Алло, мисс Кэппо, вы там? Что это? Ты заказала нам перекусить? Как это у них называется? Ти? Вроде бы. Перестань. Наверное, вещи погладили. Понимаешь, я хотела как бы быстрее. Мы же собирались уезжать. Сейчас я его отправила, я не могу говорить. Похоже, вы быстро утешились за своим любвеобильным приятелем. Мартин, я все объясню позже, ладно? Что вам нужно? Я иду в казино и хотел вас пригласить. Понимаете, если я полечу в Санта-Барбару, чтобы умыкнуть Тори, мне нужно знать побольше, что меня там ждет. Нам надо поговорить, прежде чем вы что-нибудь предпримите, ладно? Давайте встретимся в казино через час. Все в порядке? Да. Ну и хорошо. Раз ты получила свои вещи, может, сложим их в сумку и поедем отсюда? Что, сейчас? Ну да. Комната в замке готова. Что нам здесь делать? Ну, я только что поселилась. А почему ты полетела именно в Монте-Карло? У меня здесь друзья. Мы учились вместе в Париже. И у нас кое-что было намечено на вечер. Можно я сбегаю и скажу им, что я не смогу? Есть идея получше. Позвони им и скажи, что все отменяется. Сегодня мы должны быть вместе. Да, вместе. Слушай, а как тут называется Смотритель замка? Шателлон? Шателлэйн. Лун. Лун, понял. Он ждет нас. Этот Филипп ждет нас. Я велел ему все приготовить. Я решил, что все должно быть безупречно. Я не хочу ждать. Я позвоню им, ладно? А я прыгну под душ. Да. Соедините меня с казино? Нет, нет. Я не проверяла. Должно быть. Боже. Куда же он подевался? Может, он еще не уехал? Вы можете найти месье Мартина Элиса? Сейчас же, срочно. Да, я подожду. Все нормально, он, наверное, уехал. Спасибо. Подождите. Дайте мне телефон от Эль-де-Пари. Добрый вечер. Будьте добры, примите, пожалуйста, сообщение для месье, для месье Мартина Элиса в казино. Вы говорите по-английски. Я хочу оставить сообщение. Спасибо. Меня зовут Эден Кэпфел. Я хочу кое-что передать месье Мартину Элису. Передайте ему, чтобы он не летел в Штаты, пока я не поговорю с ним. Этого больше не нужно. Не нужно. Нет. Нет, со мной он связаться не сможет. Я сама с ним свяжусь. Спасибо. Ты позвонила? Позвонила. А почему ты не собралась? Потому что я очень ленива. А что еще? Со мной очень трудно. А что еще? Это полотенце я сдеру в две секунды. А что еще? И положу его в чемодан. Я ворую полотенце в отелях. С полицейскими такие шуточки не проходят. Я вышлю тебя на родину. А что дальше? А дальше тебя посадят. А дальше? Дальше разные формы допроса. Что это такое? Это когда я задаю тебе вопрос, и ты отвечаешь да. Так, какой вопрос? Да. Крус. Ну как? Роскошно. Шато-де-Анж был построен в 1388 году для герцога Анри де Моргон. Хотел бы я так выглядеть через 600 лет. Это домик для одного? Для двух мадемуазель. И нескольких десятков сынов. Он жил здесь со своим единственным сыном Эдуардом, который, к сожалению, умер 24-х лет оттуда. Ага, понятно, откуда тут привидения. Ну да, привидения бродят по залам и так далее. Миссия, эта легенда, как и многие другие, была придумана для туристов, которым это нравится. А нам нравится? Не знаю. Увидим. Вам холодно, мадам? Вообще-то немного холодно. Видимо, место такое. Да, да, это холодная точка. Здесь всегда так. Это старая история. Какая старая история? А по ночам мы будем слышать, как сталкиваются вещи. Да, Филипп? Согласно легенде, Анна де Британь, дочь главного виночерпера, без памяти влюбилась в герцога Эдуарда. Каждую ночь они встречались в винном погребе, и уж, конечно, не букеты вин там обсуждали. Миссия, какие мошенники? А мне нравится. Они собирались бежать вместе, но в этот момент старый герцог решил женить сына. Интересно. Анна была так убита этим известием, что решила наказать Эдуарда. Она сделала вид, что приняла яд, и устроила так, чтобы граф узнал об этом. Это говорит о том, что мебель меняется, а женщина никогда. Перестань. К сожалению, Эдуард слишком опечалился. Он бросился со стены в ров с водой и утонул. Анна была так потрясена этим, что действительно приняла яд. Не из этой ли истории Шекспир позаимствовал сюжет для Ромео и Джульетты? У французов все заимствуют. Так было всегда, но история продолжается по сей день. Каждую ночь в определенный час призрак Анны спешит по коридору на свидание в винный погреб. От призрак Эдуарда каждую ночь появляется в башне. Многие века они играют эту трагедию. Вам... вам нужны свежие полотенца. Круто, однако. Теперь я понимаю, почему туристы на это клюют. А я думаю, это романтическая трагедия. Мы должны быть добры к Анне и Эдуарду, пока мы здесь. Вам принесут полотенца. Желаю вам приятно провести время у нас. Спасибо, Филипп. Филипп, пока вы не ушли, я хочу кое-куда позвонить. Извините, мадам, но из-за грозы телефон не работает. Может быть, завтра? Спокойной ночи. Ура-буар. Мерси-баку. Большое спасибо. Ну, как тебе? Что скажешь? Все просто волшебно. И ты тоже. Ты тоже. Кажется, в этой часовне все покрыто опавшими листьями. Да, там пахло плесенью. Это дух истории. Вот оно что. Как это прекрасно. Не знаю, как ты платишь за все это. Вопрос немного грубоват. Утром я отрежу себе язык. Иден, на моем счету кое-что осталось с тех времен, когда я был Джеймсом Бондом. Не такой уж я... Тебе ведь нравится, да? Я просто обалдела. Нет, ты была во многих местах вроде этого. Ты всегда жила по высшему классу. Но не в замках. Мне нравится. И я люблю тебя. Я верю. Тогда отчего ты такой грустный? Потому что я вдруг понял, что ты есть для меня. И чтобы я это понял, тебе нужно было сбежать. Я очень ценю то, что ты сделал. Я понимаю. Ты от меня этого не ожидала. И напрасно. Пойми меня правильно. Мне здесь тоже нравится. И если бы не я, нас бы здесь не было. Но это очень легко. Просто нужны деньги, и все. Пами, иногда бывает очень трудно уехать из конторы вовремя, чтобы поужинать с тобой. Для меня это много значит. Ты меня понимаешь? Нарушить молчание после ссоры мне тоже трудно. Но я это делаю. Или вожусь с твоей машиной в свой выходной. Мне кажется, я делаю массу мелочей, чтобы доказать свою любовь. И они для меня важнее, чем все это. А ты почему-то этого не замечаешь. Да нет, я все замечаю. Но все-таки это для тебя не так важно, как то, что я врезался на мотоцикле в стену. А для меня это просто дури, больше ничего. Наверное, я хочу, чтобы ты так же сходил с ума, как я. Я так не могу, дорогая. Больше не могу. Ирония судьбы. Ведь именно ты научила меня уважать себя и не сходить с ума, когда что-то не так. Круз, иногда ты хочешь, чтобы я читала твои мысли, иногда не хочешь этого. То ты хочешь, чтобы я понимала, как ты относишься к обычным будничным делам. А как мне быть, когда появляется Тори? Или когда я знаю, что ты с ней встречался? Когда ты выгораживаешь ее? Как я должна все это понимать? Но ведь это приезда Тори было так же. Нет. Знаешь, давай по-честному разберемся, почему она так властвует над нами. И пока не разберемся, отсюда не уедем. Давай договоримся. Знаешь, что мне напоминает это место? Наш дом, дворик. Когда я была маленькой, он мне казался большим, красивым, но холодным. Не знал, что твой дом казался тебе таким. Я и сама не знала. Я вспомнила то время, когда уехала мама. Мы думали, что она умерла. Отец никогда ничего не говорил. Сказал только, что она уехала навсегда, и мы ее больше никогда не увидим. Я думала, что у нее какая-то ужасная болезнь. И ее куда-то отправили, чтобы мы ее не видели. И еще я думала, что заболею той же болезнью, и отец меня тоже куда-нибудь отправит. Когда я шла к себе, то проходила мимо его комнаты и слышала, как он плачет. Это было очень страшно, ведь я полностью от него зависела. Для меня он был, как Геркулес, само совершенство. Сильный, смелый. А когда он плакал, это значило, что он так же одинок и напуган, как я, и я убегала от его комнаты со всех ног. И старалась больше не думать об этом. Это ужасно. Я был счастливее. Мои родители жили очень хорошо, мне даже казалось, что они хотят умереть в один день. Мы с тобой все время какие-то неспокойные, будто что-то должно случиться. Что, например? Я не хочу пускать наши отношения на самочек. А иногда надо бы. Ты относишься к нашей любви как к какому-то больному. Все время проверяешь пульс, измеряешь температуру. Как будто хочешь сделать укол, чтобы поддержать работу сердца. Понимаешь, что я имею в виду? Я понимаю, что как бы ты меня не успокаивал, что бы ни обещал, я все равно боюсь, что ты меня прогонишь. Я боюсь, понимаешь? Никогда. Как прогнал меня отец. Но это было... На пять лет в Европу. Дальше он меня услать не мог. Идон, он любит тебя. Это я так себе представляла. Как и ужасную болезнь мамы. Дети не все понимают. Взрослые тоже. Я проверяла. Устраивала невозможные ситуации, чтобы посмотреть, что будет и совпадет ли это с тем, чего я ждала. Идон, я никогда не прогоню тебя. Теперь ты понимаешь, почему я злюсь на себя, когда что-то идет не так. Но ты дал мне надежду на счастье. Забавно. Я играю в эту же игру, но по-другому. Когда что-то идет не так, я говорю себе, у тебя есть Идон, значит, все образуется. Я постараюсь стать другой. Смирись с простым фактом. Я прав, ты не права. Не начинай опять. Извини, извини. Все хорошо. Так и должно быть. За один вечер всего не разгладишь. А знаешь, ты прав. Тебе лучше об этом не думать. О чем? Я все принимаю слишком близко к сердцу, как будто это конец света. Ехать вот так в Монте-Карло это слишком даже для меня. Не знаю. Ты поступала и покруче. То, что ты сделала с машиной, меня больше задело. Не напоминай, это же был Феррари. Расскажи мне об этом. В сущности, вот так внезапно сорваться и улететь не такая уж плохая мысль. Хотя надо было и меня предупредить. Но я вырвался из пелены, перестал уговаривать себя, что все хорошо. Не расстраивайся. Я такой же сумасшедший, как ты. Я рада, что ты поступил так, а не иначе. Сказал себе спокойно, без паники. Девочка моя, я теперь понял, как ты мне нужна. Тебе ведь этого и хотелось. Чтобы дальше жить счастливо, мы должны верить, что так и будет. Эй. Что? Я люблю тебя. Спасибо, что привез меня сюда. Хорошо, правда? Мне так спокойно. Мне тоже. Ну, минуту назад мне показалось, что по коридору прошла Анна. Кажется, так ее звали. Правда? Она была красива. Надо было... Это был Филипп с полотенцами. Мадам, богатое воображение. Это у тебя богатое воображение. Наверное. Что бы ты сделал, если бы я умерла? Если бы ты умерла, дорогая, я бы прыгнул со стены вров с водой. Я тебе помогу. Это почему же? Мы с младшим герцогом вроде духовных братьев. Да, вы духовные братья. До ужаса близкие духовные братья. Из одной пробирки. Я бы приняла яд, если уже не приняла. С этим мы, кажется, разобрались. Мой призрак бродил бы по Ориент-Экспресс, и я бы устроила холодную точку вместо этого. Она уже есть. И на пляже. И в твоем доме. И в твоем кабинете. Санта-Барбара большой город. Если я тебя потеряю, моему призраку придется обойти много мест. Я, пожалуй, найму лимузин для привидений. Детка, ты можешь ездить где угодно. Только не забудь прилететь на мою подушку. Хорошо? Хорошо.